Так, мне скинули тут видосик, на который можно прореагировать. Короче, мне вот это скинули, я не знаю, что там. Возможно, там кринжа пиздец. Возможно, там прям сейчас война. А может быть, ничего особенного. Называется видос со стрима Айка Пронюберга. Просто пусть будет как контент. Посмотрю. Если будет что сказать, скажу. Так, ну пока что... 11 секунд, Влад Айка жует слюни. Хайлайт, конечно, насыщенный и интересный. Что-то опять про Нюберга спрашивают. Если я правильно понял, вопрос в том, влияет ли его критика на мое настроение. Да. Иногда да. Иногда я, ну, смотрю видос, там, где, блядь, он говорит, что я там плохо что-то пою, плохо что-то делаю. И иногда он даже адекватно говорит. Ну, на альбоме «Темные делишки» действительно так себе звук. Но можно вот этот момент вырезать, распечатать на плотном таком картоне и поебальнику хлестать фанатов Айка, которые мне все это время высирали, что «Ты хуепутала! Не шаришь! А Влад специально сделал такой звук! Он идеален!» Вот можно реально поеблищу хлестать людей распечаткой скриншота вот этого момента с тайм-кодом? Плохо что-то делаю. И иногда он даже адекватно говорит. Ну, на альбоме «Темные делишки» действительно так себе звук. Опа! В этот момент ярые фанаты Айка, которые уберяли меня в том, что я просто идиотус, не выпустил 7 альбомов, не шарю, а Влад-то, блядь, поэт, модель поведения, и он-то сделал идеальный звук, ровно такой, какой надо, в этот момент, наверное, испытывают трудные фанатские чувства. Ребят, с подключением, артисты живые люди, Влад Айка живой человек, он тоже косячит. И, ну, судя по тому, что я вижу, он, кстати, ну, очень адекватно выглядит, он что-то адекватно говорит. Они иногда в состоянии признать, да, здесь я что-то херню какую-то сделал, ребята, потому что это нормально. И когда вы кидаетесь вот так вот, у вас падает, забрало, и вы кидаетесь, убеждает весь мир в том, что кто угодно, но ваш кумир точно не мог ошибиться, бля, спросите его мнение. Ну, вот, самого там, своего кумира, условного Влада Айка, Влад-то, тебе самому звук-то как вообще, ну, типа так должно быть или нет? Потому что видно, что Влад, ну, адекват к этому, да, типа звучит не очень. Но во многом он неправ, и, типа, объяснять по полочкам это нужно, ну, целый, целый... Не-не-не-не, чтобы обещать на полочках, надо на конкретном примере вот так вот садиться, брать конкретный какой-то трек или конкретную мою реакцию, и прям вот предметно обсуждать, потому что в пространных терминах это не работает. Шоу на Ютубе создать, почему Нюберг не прав и так далее, ну, это, нет смысла сейчас в этом ковыряться, потому что я уже не помню конкретно по моментам, но во многом я с ним, короче, не согласен, но, ну, есть адекватные замечания, да, и когда они адекватные, и когда я, ну, пусть там не хочу это принимать, но в глубине души понимаю, что он прав, мне, конечно же, обидно, что все так вышло, как оно есть, но работаем. Сейчас внезапный момент, внезапный для зрителей, которые пришли на конфликт, ебать, пиздец, Владик, типа, супер, респект. Во-первых, ну, чувак спокойно признает, да, я где-то что-то обосрался. Про облески разума. Во-вторых, ну, он как-то очень спокойно и адекватно действительно говорит. Я даже немножко удивлен, потому что, ну, мне это скинули, и я же не знал, опять же, что там, я думал, может быть, там сейчас такой контент сейчас пойдет. Но нет, ну, по факту, на меня выливается огромное количество хейта. Есть люди, которые меня прям агрессивно не любят, есть люди, которые меня агрессивно не любят на протяжении многих лет. И у них, как бы, их триггерит, если есть какая-нибудь возможность меня задеть. У Влада такие люди тоже есть. Я, кстати, себя к ним не отношу. Но у любого артиста, у любого публичного лица есть хейт. Хейт это мерзко. Хейт это задевает пиздец. Ты этого не показываешь. Ты сидишь такой, типа, да-да, пиздите, мне поебать. Но иногда... Просто объясню, как это работает. Грубо говоря, представьте себе, что Влад Айка убежден был бы искренне, вот он верил бы то, что, ну, вот как его фанаты, звук на альбоме «Темные делишки» идеален. Он его сделал вот ровно таким, как хотел. Какая-то хуйня из интернета начинает рассказывать ему, что звук говно. Значит, какой-то идиотус без семи альбомов начинает ему рассказывать, что звук говно. Если в этот момент Влад Айка на сто процентов уверен в том, что звук великолепен, он корпел над ним и он получил желаемое, это не трогает, это не задевает. Ты говоришь, чувак, ты долбоёк, идёшь дальше. Но если ты сам не уверен в этом, если ты слушаешь такой, блядь, ну, может проканает, может, как бы, норм, и тебя начинают хуесосить за это, в этот момент так больно становится. Сука, когда бьют по точкам, которых ты... На самом деле, хейт — это отличный способ простукать самого себя на предмет слабых мест. Я по себе знаю, меня пиздец хейтим. И у меня, ну, есть хейт, который я читаю, и такой, нет, ты долбоёб, ты просто не понял, как это работает. А есть хейт, который я читаю, и у меня прям вот... Вот знаете, я себя чувствую кошкой, которой жопу перцем намазали. Я такой, ну-ка, блядь, я этого не показываю, но у меня внутри прям всё клокотать начинает. В этот момент, значит, попали по-больному. Значит, было куда попасть. И вот когда меня начинали хуесосить за какие-нибудь вещи, про которые я знал, что я сделал их плохо, а у меня, как у любого, как у Ай, как у любого человека, у меня есть вещи, которые я сделал плохо. Вот когда по ним бьют так больно, блядь. Поэтому я пытаюсь, ну, извлекать пользу из хейта. И главное, пользу из хейта. Почувствовать, в какой момент тебе самому стало больно, и обратить на этот момент внимание. Потому что это значит, что ты сам в себе не уверен в этом моменте. Если ты уверен, ты просто хоть, нет, иди нахуй, ты не понимаешь. Но если внутри тебя есть, червячок, сомнения... Короче, люди, которых критикуют, они уязвимы. Они такие же живые люди, как все остальные. Мы, становясь публичными, подписываемся на то, что нас будут обсуждать. Ты становишься публичными. Это уже не твое личное, это уже публичное. То есть эта публичность может обсуждать. Далеко не всегда в восторженных интонациях. И это как бы нормально. Все хотят, чтобы их любили и поменьше ненавидят. Но когда тебя обсуждают, тебя обсуждают как бы во всех направлениях. Я тот чувак, который создает обсуждение. Я говорю, слушайте, а давайте вот посмотрим вот сюда. И я об этом думаю вот это же. Ну, я для себя истинно в последней инстанции. Я не обязан быть истинно в последней инстанции для вас. Шоу «Почему Нюберг не прав» разобьется об том, что, ребята, как бы мы спорим о мнениях и вкусах. Я говорю, по-моему, говно. И если большое количество людей с моей аргументацией, с моей подачей согласны, меня смотрят, меня поддерживают, эти вопросы начинают звучать отовсюду, от моих зрителей. Если я несу какую-нибудь хрень, которую люди не поддерживают, меня закидывают ухлыми помидорами и все. Как бы всем похуй. То есть, тут вопрос того, насколько какой-то ракурс с тобой предложенный вызывает резонанс. Насколько людям интересно это обсуждать. Насколько люди, как бы сказать, насколько у людей находит отклик то, что ты говоришь. Если она находит отклик, значит, в этом что-то есть. Если нет, сиди, блядь, на своих 100 просмотрах и 20 подписчиках. Вот и все. То есть, в случае с Владом Айком, я могу сказать, почему я жестко высказывался про Айка. Потому что у меня были определенные надежды с ним связаны. Я обожаю схему, потому что мне говорят, что я стал хуесосить Айка, потому что он отказался приходить ко мне на подкаст. Это вот самое распространение. Давайте, если вы ждали новый виток конфликта от этого видоса, я вас, блядь, спешу расстроить. Тем более, когда началась война, мне вообще поебать стало на старые конфликты, на большую часть из них. И уж точно у меня нет никакого конфликта с Айком и незнакомые. То есть, есть вот эта мулька. Я начал хуесосить Айка и Пирокинезиса, потому что они отказались приходить ко мне на подкаст. Ну, во-первых, с Пирокинезисом мы никогда не разговаривали про подкаст. Я никогда его не звал туда. А он никогда не соглашался и не отказывался. Этого просто не было. У нас не было такого разговора в жизни. А во-вторых, в случае с Айком, я говорил на стрим, под камеру, куча пруфов, если поискать, что Айк один из самых интересных потенциальных артистов прошлого года, потому что, ну, я все это перечислял, у него есть трек «Так неинтересно», идет волна популярности гитарного звука, он умеет делать такие хиты, у него был альбом «Мои друзья не должны умирать», он готовит новый альбом, если он приналяжет на это, он может стрельнуть на этой волне. Ну, короче, вот я всю эту аргументацию подводил, что альбом Айка может быть очень интересным, если он возьмется за голову. И я, вспоминаем Андрея Аршавина, «Ваши ожидания, ваши проблемы», я понастроил себе ожидание от альбома Айка. Я позвал его на подкаст, действительно. Он мне ответил и согласился. Вот тут важный момент. Он согласился ко мне прийти. После этого у него начали выходить, по-моему, синглы, и я начал их хуесосить, потому что мне не нравилось. Я слушал, что за блевотня, блядь. Почему это звучит, как вот это вот. И все, после этого мы с Айкой не обсуждали тему подкаста. Он не отказывал, он не писал мне, что вот ты, хуесос, начал меня ругать, я к тебе не приду. Я ему ничего не писал. У нас все и застряло на стадии, да, давай как-нибудь сделаем. Никто не отказывался никому приходить. И хуесосить я начал Айка в момент, когда у нас была договоренность, что он ко мне придет. Я думал, что, ну как, если он адекватно к этому относится, мы можем обсудить с ним это на подкасте. Если нет, ну он не придет, ну и поебать. Но вот эта тема, что я обиделся, что Айка отказался ко мне приходить и начал мочить его публично, Айка не отказывался приходить ко мне на подкаст. Этого просто не было. Ну так, если что. Вот. Поэтому у меня нет никакого негатива к Айка. Ну вот, личного, человеческого. У меня есть негатив к его альбому «Темные делишки». Я считаю, что он звучит отвратительно. И у меня есть некоторое разочарование, потому что я понастроил у себя ожидания от этого артиста. Я думал, что, блядь, ну вот если он стрельнет, это будет прям классное еще одно звено вот этой вот КБС-ной тусовки. Только с гитарами. Потому что вот он с гитарами звучал как-то пиздат. И я все еще считаю, что так неинтересный, ебанутый хит, офигенный трек. КОНЕЦ